Пришлось потратить 200 тысяч долларов на лечение сына. Только подумайте, какие деньги? Для архитектора с её окладом? Это много. Где она нашла такую сумму? Ах, бедняжка. Она наверняка продала всё, что могла. Это же сердце матери. На что только не пойдёт мать ради своего ребёнка. Ах, мальчики. Говорите, что хотите, но я считаю это очень жестоким. Как это, не принимать на работу женщину с ребёнком? А что нам было делать? Недопустимо, чтобы координатор крупнейшего проекта вдруг взял и отказался бы от командировок из-за ребёнка. Шахризат Ханым и в командировки ездит. И ребёнка успевает растить. Да, но в мире бизнеса существует некий свод своих законов. Весьма жёстких. Например, резюме таких женщин даже не попадают на стол к руководителям. Их отсеивают ещё в отделе кадров. Это бесчеловечно. Такая политика чужда нашей компании. Да, возможно, было бы полезно тщательно пересмотреть наш корпоративный устав. Мы же вовсе не бессердечные изверги. М? А Нур? М? Нам продолжать беседовать друг с другом? Или ты всё же изволишь поделиться с нами своими мыслями? Согласно уставу нашей компании, это заведомо и ложкой. Шахризат Ханым сказала нам неправду, чтобы получить это место. Верно. Она соврала нам. Угу. И? И? Что мы делать будем? Ничего не будем делать. То есть мы нарушим собственные принципы? А Нур? Эти принципы нами придуманы. И мы вправе их нарушить. Ладно, хорошо. Только подумай. Поставь себя на место, Шахризат. Твой ребёнок болен лейкемией. И тебе срочно нужна большая сумма денег. И на что бы ты решился? Я бы не раздумывая ни секунды, поступила бы точно так же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА